Архипелаг Шпицберген, находящийся под суверенитетом Норвегии, является своеобразной научной меккой. Сейчас на нем базируется четыре крупных международных исследовательских центра, включая российскую арктическую экспедицию в поселке Баренцбург. Наши ученые появились здесь практически с момента основания Арктического и Антарктического научно-исследовательского института в 1920 году. В советский период научное освоение архипелага шло бок о бок с промышленным, добычей угля. В 1950-м институт развернул на архипелаге обсерваторию со штатом сотрудников в 40 человек. В печальное 90-е исследования были поставлены на вынужденную паузу, но научное сотрудничество не прерывалось даже тогда. С Норвежским полярным институтом, с Норвежским метеорологическим институтом эти организации активно работают на архипелаге уже много лет, и у нас сложились очень хорошие партнерские отношения. В начале 21 века наша страна стала возвращать утраченные позиции, взяв четкий курс на диверсификацию своего присутствия на архипелаге. В частности, в качестве таких прогрессивных и перспективных направлений для нашей работы были признаны международный туризм и проведение научных исследований. То есть государство в своих документах четко совершенно определило свою позицию относительно будущего архипелага, будущего российского присутствия там. То есть наука стала одним из краеугольных камней нашего там присутствия, нашей там деятельности. Окончательно ныне действующая научная вертикаль сформировалась в 2016 году, когда был создан Российский научный центр на Шпицбергене, или РНЦШ, где координирующие логистическое и представительское функции принадлежат ААНИИ. С этого же времени российские ученые стали работать на Шпицбергене не сезонно, а круглогодично. 14 институтов, палитра деятельности очень разнообразная. Естественно, в основном представлено естественно научное направление, но при этом у нас есть и гуманитарии. У нас постоянный зимовочный состав до 10-12 человек. Плюс еще в сезон, это период с марта по октябрь, дополнительно приезжает на Шпицберген несколько десятков наших ученых. Шпицберген интересен ученым потому, что он является самым западным арктическим архипелагом, а значит первым встречает тепло Атлантики на пути в Заполярье. В целом за последние 100 лет температура воздуха здесь увеличилась почти в три раза. Значительно повысилась и температура атлантических вод, приносимых западно-шпицбергенским течением. Шпицберген в этом смысле является хорошим индикатором воздействия потепления климата на природную среду и соответственно на изучение отклика природной среды на вот такого рода процессы, причем отклика различных компонентов природной среды, чем собственно говоря мы и занимаемся. Гидрологи, например, наши изучают гидрологический режим рек бассейна Грюнфьорда. У них есть несколько подопечных, если можно так выразиться, речек, где они регулярно устанавливают свои приборы, измеряют параметры рек, расход воды, переноса в звершин материала и так далее, изучают их в таком долговременной перспективе. Шпицберген является довольно удобным и хорошим местом для реализации своих научных амбиций и решения различного рода научных задач, связанных с Арктикой. Там наиболее динамичные изменения и для нас это наиболее удобно отслеживать эти изменения именно там, потому что другая наша станция находится на северной земле, там изменения не такие динамичные. Неподдельный научный интерес и у палеонтологов. На архипелаге представлены геологические формации, начиная с двух миллиардов лет назад, а это позволяет как реконструировать климат прошлого, так и строить прогнозы на будущее. Развивается полевой лагерь, это две большие палатки, в которых непосредственно проживает группа от пяти до десяти человек, соответственно, и уже непосредственно от этого полевого лагеря осуществляются маршруты, либо на лодке, либо далее пешком до 15-20 километров от лагеря. И в ходе как раз таких маршрутов описывается рельеф и обнажающееся четвертичное отложение. Во время наших исследований мы как раз таки приходим на подобные объекты, например, на береговой уступ, обнажаем те слои, которые выходят на поверхность, то есть мы с помощью непосредственно лопаты препарируем их и прослеживаем литологию тех отложений, которые, собственно, там представлены. Далее отбираем образцы, и в дальнейшем анализ происходит уже в лаборатории. Не менее ценными являются данные в области мерзлотоведения. Для этого ученые института создали сеть из десятка термометрических скважин. Кроме того, по договоренности с трестом «Арктикуголь» удалось задействовать и скважины, пробуренные еще в советское время. Данные с некоторых скважин мы получаем дистанционно, прямо здесь в институте. Кроме этого, мы много времени уделили изучению различных интересных форм мерзлотного рельефа, в частности, булгуняхам. Это такие интересные образования, которые выглядят как холмы с ледяным ядром. Они очень интересны для науки. И на некоторых булгуняхах мы также организовали термометрические скважины, чтобы понять термическую структуру этих образований. Исследования в Шпицбергене нам очень помогли для тех работ, которые институт проводит в настоящее время. Не случайно принятый недавно федеральный закон о мониторинге вечной мерзлоты опирается во многом на методики спутниковой передачи данных, апробированные именно здесь, на Шпицбергене. Впрочем, на этом ученые института не останавливаются. Мы должны пробурить глубокие скважины на леднике Альдегонда. Это такой наш модельный ледник. Мы постоянно занимаемся. Он находится относительно недалеко от Баринсбурга. И наши глицеологи разработали проект организации скважины, которая пройдет от поверхности ледника до самого ложа ледника. То есть все 140 метров. Была заказана специальная термометрическая коса, которая будет погружена в эту скважину, которая позволит нам снимать информацию о состоянии ледника на протяжении максимально длительного времени. Новая смена, заступающая на научную вахту в этом году, также планирует вести наблюдения за деградацией и физическим движением ледников и изучать химический состав воды шпицбергеновских фьордов. И хоть геополитика и санкции существенно затруднили логистику, но, по заверению института, это не должно сказаться на итоговом качестве нашей научной работы. И очень, конечно, хочется возвращения к международному сотрудничеству, которое также было прервано по инициативе норвежской стороны и инициативе других стран. Но мы надеемся, что все-таки пройдет определенное время, эти трудности будут разрешены, и мы вернемся к прежнему своему состоянию. Сложно сейчас провести научное оборудование, как-то и вывести, к сожалению, но с точки зрения какой-то коммуникации научной проблем нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова